Катание на тюбингах, которые в народе зовутся ватрушками, считается одним из популярных зимних развлечений россиян. С различных горок, как оборудованных, так и стихийных, на надувных кругах, с высокой скоростью съезжают и дети, и взрослые. Но только за минувшие снежные недели с любителями подобного экстрима в России, в том числе и в Тверской области, произошли несчастные случаи. Наш корреспондент решил выяснить, почему такая зимняя забава может обернуться трагедией и как этого не допустить. Трагедия едва не закончилась. Катание на тюбинге с горки в Твери. Здесь, в районе набережной, за городским садом, девочка вылетела на реку и провалилась под лед. К счастью, очевидец событий, молодой человек ползком по льду подобрался к девушке и спас ребенка. По словам специалистов, тюбинги намного травмоопаснее санок и ледянок, потому что у них нет тормозов. Кроме того, ватрушки могут развивать большую скорость за счет скользящей поверхности. Поэтому это может стать причиной многих травм, особенно когда на пути кочки или деревья или другие препятствия. Однако, несмотря на все предупреждения и опасные ситуации, многие продолжают кататься на тюбингах в непредназначенных для этого местах. Выбирая по принципу снег и крутой спуск, о безопасности мало кто задумывается. Видел на базаре крутой очень спуск и скатывался отец, видно, и брал на руки девочку маленькую. И я предупредил, вы рискуете. Как раз была передача по телевизору. Это очень опасно. Можно скатиться, если, допустим, такой склон, который не предвещает, нельзя упасть, повредить что-то. А если очень крутой спуск, то, конечно, этого делать нельзя. Как говорят травматологи, тюбинг – опасный вид зимних развлечений. Дети и взрослые ломают ноги и разбивают головы даже на специально оборудованных трассах, не говоря о неподготовленных склонах. Поэтому врачи призывают всех быть максимально аккуратными и внимательными. Соблюдать меры предосторожности. Если люди едут в места, специально предназначенные для катания на тюбингах, то это должно быть огороженная, во-первых, трасса какая-то. Смотреть, что происходит внизу, чтобы людей там не было, когда едешь. Чтобы катание на тюбинге не привело к опасным и, возможно, плачевным последствиям, необходимо выбирать специально оборудованные трассы или горки. А те, кто же скатился, должны отходить быстро в сторону, не создавая заторов. В областной столице, в парке Победы, организовано специально огороженное место, чтобы спуск горки был максимально безопасным. Снова куплено и установлено по ГОСТу, соответствует всем нормативам, прошла техническую аккредитацию. Это говорит о чем? О том, что коммерческая организация, техническая лаборатория провела испытания, также инспектор технического надзора провел осмотр и выдан талон разрешения и номер допуска на работу этой горки. Горка соответствует нормативам, на ней можно кататься без ущерба здоровью. В целях обеспечения безопасности катающихся рядом с горкой работает оператор, который осуществляет посадку и проводит инструктаж перед началом спуска. Еще один немаловажный факт. При возникновении опасных ситуаций около горки находится аптечка и огнетушитель. Кроме того, на каждой аккредитованной горке располагается информационный стенд, включающий в себя данные о заводе-изготовитель, технические характеристики и присутствует номерной знак. У каждой горки, как и у каждого аттракциона, свой номер. Если этого знака нет, значит горка не санкционированная и она небезопасна. Эксперты предупреждают, катание на несанкционированных горках опасно для жизни и здоровья. Любой необорудованный склон представляет потенциальную угрозу и для взрослых, и для детей. Не стоит игнорировать информационные щиты, оповещающие об опасности катания на участке и выставленное ограждение.